Черный ящик, а кто говорят в студию? Да, ребят, проекторы набрали какой-то сумасшедшей популярности в последнее время. Китайцы, конечно же, этим пользуются, выпускают разные модели на любой вкус, на любой цвет, на любой кошелек. Начиная от 50 долларов, заканчивая тысячами долларов. Сегодня у нас так называемый премиальный сегмент. Это лазерный проектор, но не ультракороткофокусный, обычный. Это Dungbay Mars Pro. Интересен этот проектор тем, что здесь крутые параметры, здесь четкий звук, сумасшедшая какая-то яркость. Есть камера встроена для регулировки же этой яркости, Android на борту. Есть ряд других интересных решений, о которых вы должны знать перед покупкой. Если не будете покупать, будет интересно посмотреть, возможно, просто. Но главная фишка, чем меня заинтересовал этот проектор, потому что это самый тихий проектор, который я тестировал за последние, наверное, несколько лет. Dungbay Mars Pro, давайте разбираться, сейчас вам все кратенько про него расскажу. Начинаем. Вместе с проектором в комплекте идет адаптер питания. Мощный, массивный, параметры 18 вольт, 10 ампер, 180 ватт, это с запасом. Вилка европейская, тряпки, документация и пульт управления. Он тоже нестандартный, как большинство, брендированный, с боковой кнопкой и функцией аэромыши. Проектор имеет форму почти кубиком, вес 4,5 килограмма, это далеко не игрушка, и штативы крепления нужно выбирать соответствующие. Дизайн, безусловно, крут. С передней части глянцевая панель, это стекло с защитной пленкой, логотип, надпись 4К, сенсоры, датчики, по бокам перфорация под динамики и вентиляцию. Сверху камера сенсора освещенности и кнопка включения с кольцевой белой подсветкой. С задней стороны порты в ряд, 3-5 мм для наушников или акустики, 2 USB, 2 HDMI, один из которых EIRC, оптический звук, LAN для проводного подключения и порт питания. Снизу ноги с резинками и они все выкручиваются, плюс 1,4 резьба по центру для установки на штативы или крепления. В магазине есть, друзья, специальные, обращайте на это внимание. По характеристикам, здесь реальное разрешение 4К, яркость 3200 ANC Lumen, рекомендуемая проекция диагонали от 60 до 150, можно и больше, конечно. Процессор MTK MT9669, поддержка 3D есть, мощность до 135 Вт, 2 динамика, 10 Вт мощностью, 4 ГБ оперативной памяти, 128 встроенной, что реально-таки много. Автофокус, автояркость, авторегулировка Кейстона, DTS-Аудио, поддержка HDR10+, и еще много других мелких наворотов. Аппарат, как видите, реально заряжен. Заявлен еще и LPD, это интеллектуальная реконструкция изображения в режиме реального времени, восстановление дефектных цветовых пятен и технология улучшения цветовых переходов. В общем, друзья, топ, давайте смотреть. Запускается проектор реально быстро, картинку я вывожу на 100-дюймовый экран и получаем вот такое вот качество. Да, света в комнате немного, но этот проектор точно можно смотреть и днем. Яркость с запасом. У меня установлена даже не максимальная. Расстояние отдаленное для 100 дюймов, 2,7 метра от экрана. Теперь покажу вам наглядно, как выглядит проектор, если вот просто вот так вот заходишь и смотришь на 100 дюймов. Вот так это все выглядит, 100-дюймовый экран. И я вам так скажу, ребят, что вот я уже более полугода смотрю на Genevox B7U Pro, фильм и всякий контент. И сейчас подключил вот этот наш Mars Pro от Dunk Bay. Вот он стоит на невысоком уровне от пола. Получается, можно его ставить даже вот на уровне кровати. То есть он вам перегораживать ничего не будет. И картинка мне нравится почему-то гораздо больше, даже чем на Genevox B7U Pro. Здесь цвета какие-то более приятные, мягенькие такие. Хотя и тот проектор, да, вот ультра короткофокусный, лазерный, крутой. Но здесь то ли как-то, я не знаю, ну чуть-чуть другие настройки, то ли оптимизация какая-то другая. Но мне картинка нравится больше. Ну и конечно же проектор сам по себе шумит меньше. Но смотрится очень круто, при том, что вы сами видите за окном день, светло. Я сейчас вот включаю даже свет. И практически у нас ничего не меняется, да. Все равно мы можем смотреть и использовать данный проектор даже днем. Вот он, пожалуйста, стоит у меня на подставочке на своей же коробке. И транслирует изображение, которое ну реально очень крутое. Я не знаю, как они это сделали. Мне нравится, очень нравится. Давайте еще для пущей уверенности включим еще вот эти три лампы, которые находятся прямо над экраном. Вот, пожалуйста, мы их зажгли, светло. И картинка все равно контрастная, яркая, четкая, классная. Но очень круто. Вот он наш проектор. Вот оно, наше изображение. Я считаю, что результат просто отличный. 100 дюймов красота. Реально, прикольно. И при этом под любыми углами. Да, это еще у нас экран, конечно же, моторизированный. Но я думаю, что и на других экранах картинка будет не хуже. И сейчас даже не максимальная яркость. В базе есть ряд предустановленных программ. Вверху размещен экран предпросмотра. Если подключены несколько устройств к нему, туда выводится изображение. Там же предусмотрена очистка памяти и просмотр погоды. Меню вызывается нажатием боковой кнопки на пульте. Во всплывающем окне настройки коррекция трапеции, автофокус, ручная фокусировка, очистка памяти, яркость, несколько режимов по звуку, активация 3D, настройки интернет-соединения, управление файлами и подключение. Главные настройки, если перейти там тоже сеть, фокусировка трапеции, уменьшение цифровое. Из интересного удаление пыли. Включается максимальная скорость вентилятора и, по идее, выдувает пыль. Настройки Bluetooth можно подключать беспроводные клавиатуры, мыши, колонки. И что примечательно, задержки, друзья, нет. Там порядка 20-50 миллисекунд. В настройках изображения выбор пресетов есть также ручная регулировка яркости, контрастности, насыщенности, резкости и оттенка. Уровень MIMC. Это компенсация движения для получения более плавного, сглаженного видео, 3D и так далее. Из полезного предусмотрен игровой режим. В таком плане задержка по HDMI составляет 35 миллисекунд. Это точно уже позволяет использовать проектор для игр, даже для шутеров. В целом, все очень просто, но в то же время достаточно функционально. Демонстрирую вам, друзья, игровой режим. Вот сейчас у меня подключен ноутбук к данному проектору Mars Pro и задержки никакой нет. Все происходит синхронно. Вы можете, вот я мышкой вращаю туда-сюда, задержка порядка 35 миллисекунд. Но для GTA это вообще нет ничего. Здесь можно и 150 миллисекунд и все будет в порядке. Для шутеров тоже можно играть с 35 миллисекундами вполне себе нормально. Сейчас покажу вам еще пару кадров, но в целом ситуацию понимаете. Вот 100 дюймов, вот 17 дюймовый экран монитора ноутбука. И главная же фишка, друзья, данного проектора, как по мне, это его шум, точнее практически полное его отсутствие. Я нахожусь сейчас в непосредственной близости возле проектора, петличный микрофон на мне. Вот он стоит здесь. Сейчас послушайте, как он шумит, хотя я думаю, вы ничего не услышите. Это реально самый тихий проектор, который я тестировал за последнее время. А здесь еще и 4К, и лазер, и вообще крутая картинка. Вот мы вчера лежали, смотрели фильм на 100 дюймах. И этот проектор вообще не отвлекает никак. То есть это реально очень тихое устройство. Если вы любите вот какую-то тишину, смотреть какие-то спокойные фильмы, спокойный контент, этот проектор точно для вас. Замолкаю, слушаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. То есть реально это очень тихо. Действительно, как они это реализовали, я пока не знаю, но это заслуживает отдельного жирного плюса. Проектор очень тихий. 3D на этом проекторе смотреть можно. Я использую вот эти вот очки от Optoma, но можно использовать любые другие. Яркость проектора позволяет смотреть различный контент с различными устройствами. То есть смотрите, запускаем какой-нибудь 3D фильм, 3D ролик. Для того, чтобы нам активировать 3D, переходим в настройки. И выбираем здесь в 3D нужную нам стереопару. У нас вверх, вниз нет. У нас левая и правая. Включаем, картинка соединяется, объединяется. Яркость немножко увеличивается. И получаем вот такое вот 3D изображение, которое дальше уже можем смотреть при помощи вот этих вот очков. И все выглядит достаточно круто. Яркости здесь хватает. Сглаживание есть. То есть это реальное крутое погружение в 3D кинематограф. Я люблю смотреть 3D фильмы и на этом проекторе делать это тоже получается. И получается очень хорошо. При запуске YouTube видим, что качество доступное для нас 4К. То есть все в порядке. По насыщенности, цветопередаче, качеству, друзья, у меня вопросов вот просто нет. Изображение, конечно, отличается от того же лазерного, который я смотрю уже на протяжении нескольких месяцев Genovox B7U Pro. И почему-то мне кажется на Mars более приятная картинка, более мягкая. Хотя еще хочу отметить тот факт, что от лазерных проекторов глаза устают в разы меньше при просмотре мультимедия. Свет все-таки отражается от экрана. И реально от телевизора у меня глаза болели. А здесь мы, бывает, с женой смотрим 3-4 часа сериалы и все в порядке. Камера, друзья, установлена рядом с проектором в непосредственной близости, расстояние там 20 сантиметров. А сейчас я вам продемонстрирую, как звучит проектор. Ну и сам. Насыщенный объемный... Как там дела? Вообще-то ты сейчас немного не вовремя. У нас проблема. Там какое-то движение. У нас есть 15 минут. Начинаем. Погнали! Привет, ребятки! Ссылки на проектор будут, ребят, в описании. Смотрите, там еще обещают какие-то скидки. Вдруг кто-то захочет приобрести себе такой проектор. Да, учитывайте, конечно же, все параметры, которые я вам рассказал. Да, проектор, безусловно, очень крут. Но есть и другие обзоры у нас на канале. Обязательно смотрите, выбирайте, сравнивайте. Плейлист находится в описании. Там уже десятки различных вариантов. И еще в пути много разных проекторов. Поэтому, если вам эта тема в целом интересна, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Мы дальше тестируем разные устройства из Китая. Не только. Смотрите, классный, позитивный контент. Берегите себя. И увидимся с вами скоро. Канал Белозеров. Не прощаюсь.